Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Феодора Студита. Блаженный Феодор родился от богатых и благочестивых родителей, которые воспитали его в добрых правилах и в книжной премудрости. Он сделался выдающимся оратором и превосходным философом. С воцарением нечестивого царя Константина Капронима стала распространяться иконоборческая ересь и было воздвигнуто сильное гонение на православных. По его смерти на престол вступила его супруга Ирина вместе со своим сыном Константином. Она водворила в церкви мир и прекратила иконоборческую смуту. Вместе со святейшим патриархом Тарасием она созвала Седьмой Вселенский Собор, на котором было установлено почитание божественных икон. По окончании собора блаженный Феодор удалился в уединенный монастырь. Там святой, поучаясь смирению, выбрал для себя самые тяжкие и низкие труды и послушания. Многим казалось удивительным, что сын богатых родителей, воспитанный в неге и покое, рубит дрова, носит навоз и воду, копает землю в винограднике, перетаскивает камни и усердно исполняет иные подобные послушания. Видя блаженного Феодора, сияющим столь добродетельной жизнью, его духовный отец, преподобный Платон, чрезвычайно радовался за него. Решив почтить святого Феодора священным саном, он отправился с ним в Византию, к святейшему патриарху Тарасию, который и рукоположил Феодора в сан Иерея. В то время царь Константин, сын благочестивой царицы Ирины, придя в возраст, устранил от царского престола свою мать и сам стал управлять царством. Будучи молод и развращен, он предался излишеству в страстях и любодейству. Он прогнал свою супругу Марию и силой заставил ее постричься в иночество. Вместо нее он взял себе другую жену по имени Феодотия. Святейший патриарх Тарасий не одобрял прелюбодеяние царя и не хотел благословить их брак. Но один пресвитер по имени Иосиф, нарушив божественные законы и ослушавшись патриарха, совершил над ними таинство брака. За эту преступную дерзость он вскоре получил должное возмездие. Патриарх всячески старался расторгнуть прелюбодеянный царский брак, но не мог, потому что царь грозился вновь воздвигнуть иконоборческую ересь. Беззаконие, начавшееся с царского чертога, распространилось повсюду. Так же стали поступать князья и вельможи, прогоняя от себя жен и по принуждению постригая их выночество, а вместо них избирая себе других. Услышав об этом, блаженный Феодор скорбел душою и часто воздыхал о таких явных грехах, опасаясь, чтобы прелюбодейство не стало обычаем. Феодор отправил ко всем инокам послание, сообщая о царском беззаконии и увещевая считать царя отлученным от церкви Христовой. Слух о смелости Феодора распространился повсюду, так что о том узнал и сам царь и разгневался на преподобного. Сначала он хотел склонить его на свою сторону лаской. Он приказал своей супруге, чтобы она отправила от себя к святому множество золота и спрашивая молитв. Но святой не принял золота и прогнал посланных. Тогда царь изобрел другое средство. Он предпринял как бы по необходимости путешествие в ту местность, где жил преподобный. Царь предполагал, что Феодор с братьей встретит его и воздаст подобающую ему честь. Когда царь проходил мимо монастыря, ни преподобный, ни один из братьев монастыря не вышел к нему навстречу, но запершись, пребывали в молчании. Тогда царь разгневался и послал немедленно в монастырь сановника с воинами, приказывая подвергнуть святого и единомышленных с ним иноков различным мучениям, с побоями выгнать из монастыря и отослать в заточение. Посланный напал на монастырь и, схватив всех там находившихся, немилосердно мучил, так что от их ран обогрялась земля кровью. После мучений он отослал преподобного в заточение. Бог не умедлил отомстить царю за невинное оскорбление своих рабов. Он лишил его и жизни, и царства, и злой царь погиб. Бояре, восстав на него, выкололи ему глаза и от болезни он вскоре умер. После его смерти Ирина вновь вступила на византийский престол. Всех возвратили из заточения, и блаженный Феодор был призван в Константинополь и, как Христов-исповедник, был весьма почтен патриархом и царицей. Тогда пресвитер Иосиф, дерзнувший благословить беззаконный брак царя, был лишен сана и отлучен от церкви. Царица и патриарх упросили преподобного Феодора принять управление студийским монастырем. Монастырь получил свое наименование от имени его устроителя, римского патриция Студия, который, призвав из обители неусыпающих иноков, упросил их жить в его монастыре и соблюдать свой устав. По просьбе царицы Ирины и святейшего патриарха Тарасия преподобный Феодор принял в свое управление студийский монастырь. Он возобновил и расширил его, собрав множество братьев, до тысячи человек. Святой составил правило, как каждый из них должен исполнять порученные ему послушания, начиная с первых и кончая последними. При этом преподобный установил в своей обители общежитие, дабы никто не называл ничего своим, но все было общим. Общая пища, общая одежда и каждая вещь общая. Слава о таком порядке студийского монастыря распространилась повсюду, и многие другие монастыри приняли студийский устав, а иные соблюдают и до ныне. Между тем, византийский престол незаконно занял Никифор-мучитель, насильственно низвергнув с престола благочестивую царицу Ирину. В то же время скончался святейший патриарх Тарасий. После него на патриарший престол был возведен человек добродетельный, который был одноименен новому царю. Тогда снова начался раздор в церкви, ибо царь своей властью приобщил церкви отлученного Иосифа и повелел, чтобы ему было возвращено право священно действовать. Насколько было возможно, патриарх сопротивлялся царю. Однако, когда увидел его в гневе, убоялся, как бы церковь не претерпела от него жестокого гонения, подобно тому, как претерпела от прежних царей, и принял Иосифа в общение, хотя и против своего желания. Феодор тут же обличил царя, как причинившего насилие церкви, своей мирской властью, вводящего в церковь того, кого святейший патриарх отлучил. Царь разгневался на преподобного Феодора и отправил его в заточение на один из островов. Отправляясь на войну против скифов, царь отправил к Феодору посланцев, стараясь посредством то ласкательств, то угроз привести его к единомыслию с собой. Преподобный отвечал на это. Царь, тебе нужно каяться в содеянном прегрешении и исправлять то, что ты разорил, и затем уже идти на войну. Но так, как ты этого не сделал, то знай, что ты не вернешься с пути, в который ты направляешься. Царь не придал никакого значения словам святого, а еще больше прогневался на него. Но ему не пришлось возвратиться, ибо, согласно предсказанию святого, он был убит варварами. По его смерти на царство был избран Михаил, человек поистине достойный царской власти, доброй и православной. Приняв власть, он снова возвратил из заточения преподобного Федора и прекратил церковный раздор. Иосиф же снова, как негодный член, был отлучен от церкви. Однако вскоре на Христову церковь обрушилась лютая буря от нечестивого льва Арменина, который восстал на своего благодетеля царя Михаила. Служа воеводой, лев Арменин коварством провозгласил себя царем. Узнав об этом, благоверный царь Михаил немедленно, избегая междоусобной войны, уступил царство своему врагу, став монахом. Приняв царскую власть, лев Арменин сначала казался благоверным и скромным, пока не укрепился на царском престоле. Вслед за этим, он, призвав всех известных священников, иноков, патриарха и вместе с ними блаженного Федора, явно обнаружил перед ними свою злобу, хуля и укоряя почитающих иконы, а иконоборцев восхваляя. Преподобный вступил с еретиком в спор, говоря, «Царь, пойми и уразумей, что не твое дело рассматривать и исследовать церковные поставления. Твоей власти свойственно обсуждать мирские дела и ими управлять, а церковными делами Священное Писание повелевает управлять церковным учителям, а не царям. Если ты желаешь вместе с нами оставаться внутри Христовой Церкви, то следуй патриарху». При этих словах царь пришел в ярость и с бесчестием прогнал всех от себя. От него вышло приказание, чтобы по вопросам веры все исполняли то, что он повелел. Блаженный Феодор, услыхав этот указ, отвечал, «Лучше пусть отрезан будет язык мой, чем я буду молчать и не защищать истинную веру». И преподобный поучал всех непоколебимо содержать святую веру, подкрепляя изнемогающих духом. По прошествии некоторого времени святейший патриарх Никифор был низвержен злочестивым царем с патриаршего престола и изгнан из Константинополя. Тогда представилось страшное зрелище ужасного кощунства, которое учиняли нечестивые иконоборцы. Они выбрасывали святые иконы на землю, сжигали их и учиняли многие другие бесчинства. Не желая оставаться тайным почитателем икон, святой Феодор приказал свои братья взять в руки святые иконы и ходить вокруг монастыря, высоко неся иконы над собой и громко воспевая победные песни в честь Христа. Узнав об этом, царь послал к святому, запрещая ему такие действия и угрожая, что в противном случае ему предстоят заточения, раны и смерть. Святой же не только не переставал утверждать верующих в иконопочитании, но еще больше укреплялся в своем мужестве, открыто наставляя всех держаться православной веры. Тогда царь, убедившись, что невозможно остановить мужество преподобного Феодора, осудил его на заточение. Преподобный был заключен в крепости Метопа. Но и в темнице он ревностно исповедовал православие. Царь, узнав, что Феодор не покоряется его воле, распалился гневом и отправил сановника Никиту с повелением подвергнуть преподобного жестоким мучением. Когда Никита явился к преподобному, святой совлек себя одеждой со словами «Я издавна желаю пострадать за святые иконы». Никита, будучи человеком сострадательным, умилился душою и не осмелился коснуться блаженного, ибо боялся Бога и ушел, не причинив никакого зла святому. В другой раз царь послал воеводу с приказанием дать Феодору множество ударов палкой. Воевода, раздев ученика, а потом и преподобного Феодора, беспощадно бил их, изранил все тело святого и едва не сокрушил и самых костей. Преподобный от жестоких побоев впал в болезнь с трудом переносимую и лежал как мертвец, едва имея возможность дышать, не принимая ни пищи, ни питья. Между тем, как святые еще не оправились вполне от ран, от царя явился другой суровый и бесчеловечный посланник, которому велено было отвезти Феодора и Николая в Смирну. Тем временем злочестивый царь Лев Армянин был насильственно лишен жизни, будучи убит своими воинами. После него царский престол получил Михаил по прозванию Травлей. Этот император, хотя и был нечестив, тем не менее не подвергал гонению православных. При нем все отцы и исповедники православия были освобождены от заключения, выпущены из темницы и возвращены из изгнания. Тогда и преподобный Феодор был отпущен в свою обитель. Вся церковь радовалась возвращению Феодора, и все ублажали его, как человека, много пострадавшего за святые иконы и своим учением, утвердившего всех в православии. Немного пожив в покое, преподобный приблизился к блаженной кончине своей, имея 67 лет отроду. Пред кончиною он подвергся жестокому недугу и ужасно страдал желудком. Известие о том, что блаженный Феодор болен и приближается к смерти, распространилось повсюду. К нему стало стекаться множество благочестивых христиан, приходивших из царствующего града и из различных окрестных селений, чтобы или послушать преподобного за беседой и насладиться последними его словами, или хотя бы взглянуть на него, отходящего к Богу. Когда преподобный приближался к представлению, к нему собралось множество братьев, и все плакали о нем, как о своем отце и учителе. Взглянув на них, он немного прослезился и сказал, «Отцы и братьи, вот приспел конец моей жизни. Мы все должны испить эту общую чашу, одни раньше, другие позже, а все же мы не минем того часа. И вы заботьтесь, чтобы отойти отсюда непорочными. Я же обещаю молиться за вас, чтобы наш монастырь пребывал всегда в наилучшем состоянии». Простившись со всеми, преподобный Феодор предал Богу свою Святую Душу. Молитвами преподобного Феодора Студита Господи Иисусе Христе Боже Наш помилуй нас. Аминь. 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 Субтитры